Так, друзья, у нас уже одна четвёртая фасткапа номер 71-10, но у нас встречаются две команды. Команда Denekt против команды Удивления. Команда Удивления показала великолепную доту в прошлой игре, которую мы смотрели. Ну что, давайте смотреть на пики этой игры. Значит, за команду Удивления у нас зашла Dash Prophet, зашёл Phoenix, зашёл Disruptor. В ответ у нас Denny Nexion пикнули Мирану Бэйн, и сейчас третий персонаж будет заходить в бан. Ушёл Брюмастер, ушёл Вайпер, ушёл Квинтавер, ушёл Огр, Мак. Затем от команды Denny Nexion ушёл Тайтхантер, Разор, Войт и Феномансер Дивауэр заходят третьим пиком за команду Denny Nexion. Ну и ждём, ждём пока что у нас определятся ребята из Удивления. Я их называю, потому что, ну, у них команды написаны как просто Смайлик и, ну, Удивление. Четвёртым пиком у нас Венжи Фулл Спирит заходит. Dash Prophet, скорее всего, будет Мидовая, Феникс отправится в сложную, а Disruptor с Венжи Фулл Спирит у нас будут саппортами. А саппортить они будут ещё неизвестно кому. Должны добрать у нас команда Удивления Кэрри. Ну, а у Denny Nexion понятно, что Мирана с Бэйном у нас саппорты с великолепной связочкой. Старой, доброй связочкой с Лип плюс Эру. Затем Дивауэр, скорее всего, будет Мидовый. Ну и сейчас четвёртый пик. Осталось добрать Кэрри, осталось добрать Хардлайнера. Ну и давайте, кстати, глянем профайлы команд. Значит, команда Удивления имеет 27 побед, 6 поражений и является аматором в рамках Саладра. Команда Denny Nexion имеет всего лишь 2 игры, 1 победу, 1 поражение, но является тоже аматорами. Только начали ребята играть. То есть, они сыграли парочку фасткапов. И, получается, на одном сыграли-проиграли, а вот сейчас второй сыграли. Одну выиграли уже, и это неплохо. Джиггернаут у нас тем временем заходит в пик. Это будет фармящий Джиггернаут. Гипотенция, кстати, почему именно Джиггернаут? Какая-нибудь Луна, опять же, зашла бы получше сюда. Ну и запоняли Вивера. Просто сходу, сходу понимают то, что у Denny Nexion не хватает именно Хардлайнера, а Вивер очень неприятный Хардлайнер. Ну и что, последний бан. Последний бан на этой стадии драфта. Забанили спик труп, понимаете, что не хватает кэри. Ребята более-менее понимают, что нужно, а что нет. Ну и последние пики, последний пик для команды Удивления. Какой же у нас кэри? Герокоптер заходит у нас за команду Удивления. Это фармящий Герокоптер. Ну и, кстати, может пойти, в принципе, в агрессивную триплу дизераптер, в Инжи, Фулл Спирит и Герокоптер, а Феникс отправится в лёгкую. Хотя, против связки Мирана и Бэйн, очень легко будет стоять этому Фениксу. С его первым скиллом-то. Который просто превосходный эскейп. Ну что, последний пик. Команда Denny Nexion. Фасткап номер 71-10. Одна четвёртая финала. Ну и что? 10 секунд дополнительного времени остаётся. И кто же зайдёт у нас в... Что? В Райс Кинг у нас заходит последним пиком. Реально, в голос что? Может быть, это будет Джиггернаут. Соло в лёгкой. А Бэйн, Мирана и Райс Кинг отправятся в агрессивную триплу. А Девавор отправится... Всё равно на мид он отправляется. Как ни крути. Дэш Профит у нас отправится тоже на мид. Лейн Феникс. У нас будет соло стоять. Ну и Герокоптер фармящий. Сопорт в Инжи, Фулл Спирит и Дизраптер. И игроки рассаживаются по персонажам. И мы переходим на карту очень быстро. Но у нас стандартная пауза в начале игры. Я уже думал, что её не будет. Но я ошибался. Да, ну и пока что у нас пауза. Не забывайте, что очень скоро у нас начинается плей-офф с Эмиссариас. Будет очень жарко, будет интересно. И будут разыгрываться, получается, четыре слота в профсерию. Ну а ещё будет разыгрывать с 500 долларов. За первое место получится у нас команда-победитель 300 долларов. За второе 200. Покупает Смоук Винжи, Фулл Спирит и отправляется под смоками уже. В сторону вражеского леса. Нарисовали план Капкан на карте. Ну а что у нас тут у команды Дэн Нект? То, что вот пауза, это плохо. В прошлой игре команда Удивления немножко так отвлеклись от игры и проиграли пару тимфайтов. Я уже думал, всё, камбэк, а нет. Ну и что, ждём. Делать-то особо нечего. Ну, пока что у нас тогда пауза. Буду напоминать вам про всевозможные турниры в рамках Старладера. Напоминаю вам, что очень скоро у нас стартует Аматор Сериас 12 сезона. Регистрация заканчивается 16 января, но и примут участие у нас более тысячи команд. Аматор, который сразился за слот в Семи Сериас. Ну, ещё там 200 долларов, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ну, уже зарегистрировано здесь у нас 216 команд. Просерия, кстати, у нас ещё не сыграли. Там у нас 4 команды. Это команда Хоук, команда Дуза, команда Довериат и ЛД Кон. Кстати, вот, например, вот Просерия, да? И команда Хоук. Команда Хоук это команда Экскалибра. Мы все прекрасно знаем Экскалибра благодаря команде, по-моему, то ли Evil Genius, то ли Фнатик. В общем, этот парень... Да, это Фнатик. Точно. Этот парень у нас отлично шпилил на Тинкере, на тот момент, когда ещё Тинкера не фиксили. Но поэтому, понимаете, какой уровень в финале Просерии 11 сезона. Команда Дуза, которые вообще принимали 2 сезона в Старс серии. Участие, доверие от этого у нас какая-то новая команда в ПРО, но там кто-то знакомый был, но я не помню. Но и ЛД Кон. Точнее, Лондон Конспирэйшн. Если их полное название. Там у нас играет знакомый Эй Лакс. У него, например, 6.5 КММР. Ну, то есть, понимаете, личный скилл на уровне, это точно. Ну что, пятером. Отправились, кстати, Дэннэк тоже. Но уже в свой лес, на виду у нас отправится Девауэр на топ, у нас в Райс Кинг пойдёт. Ну а в боте у нас будет 3 плац с фрамящим Джиггернаутом. Сопортить будет Бэйн и Мирана. Сейчас просто в лоб встретят этого Джиггернаута. Подходит Девауэр. Видит Джиггернаута. Бэйн, стан. Стан по Бэйну. Очень сильно проседает, ещё тычечка. Тычечка, 1 хп, это ферст блат. Ферст блат забирает Феникс. Как отлично, просто сыграли. И Джиггернаут просто просаживается. Прячет его в астрал. Должен догореть. Нет, отбивается фласочкой. Как агрессивно сыграли и как это окупается по-настоящему у Феникса. 300 галды уже за делом имеется. Ну и команда удивления расходится по своим линиям. Это будет агрессивная 3 плац, как я сказал. В лёгкой у нас будет Феникс, на мид левый у нас будет Дэш Профит. Ну Дэш Профит по-настоящему будет сетиться так нормально. Против Фодета. И кстати, команда удивления подконтролила обе баунти руны. Ну это уже огромный задел преимущества для 25 секунды. Ну что, у нас тут Джиггернаут. Джиггернаут у нас с Блэйд Фурия сразу прокачал. У Бэйна Слип, а Мирана с Эрроу. Нет, здесь нет Мирана, это в Райс Кинг. Мирана у нас будет сложной. Ну что, тут у нас размен тычками любезными. Самые интересные действия у нас будут происходить на ботом лайне, потому что, ну, понимаете, что тут 60% всех игроков на этом сервере. Ну и поэтому замесы будут именно здесь проходить. Просто не подпускает Джиггернаута по-настоящему. Ну и правильно делают саппорты команды удивления. А как тут Миране стоит с Миране, пока что нормально стоит саппорте Феникса. Примерно одинаково, по сути. Что у нас тут еще и следы проседает Джиггернаут. Джиггернаут буквально-таки 50 хп у него. На тангусах. Ну и добивает ракетка. Гирокоптер подставил себе под крипов и это килл. Размен один в один пока что два кэри персонажа, но Гирокоптер получил опыт, Гирокоптер получил голду за своего оппонента. А в Райс Кинг нет. Точнее, кто? Джиггернаут, Джиггернаут, прошу прощения. Слип у нас по Винге, Феникс все временем забрал Мирану. Вот тебе и нормально стоится пока что. Чувствуется то, что команда Удивления верит в свои силы. То, что, ну, агрессивно так уверенно проходят, делают ганги, делают что-либо по карте, мувы. Ну и это хорошо, по-настоящему, когда ты уверен в своих силах. Это вот о чем я рассказывал, когда Альянс написали то, что они не могут, не смогут быть настолько же сильны, насколько были на третьем интернашнале. Тут у нас пытаются поймать боевая ракетка. Запущена. Уже все, почти готово. Слип. Ну и не поможет этот слип. Тем временем у нас забирают Виншфул Спирит. Опять размен один в один. Но сейчас, скорее всего, у нас Джиггернаут погибнет. Джиггернаут должен погибать. Это дабл килл для Джиггерна Геракоптера. Джиггерна Геракоптера. Тут у нас Феникс прогоняет Мирану. Очень сильно проседает девочка. Это 100 хп. У неё на тангусах отъедается. Пробивает фласочку теперь. И очень неприятно для команды ДНЕК на всех лайнах происходит. Один мидл пока что ещё более-менее. Но и то тут дэш профит имеет крепость от 18 на 5, а Дивауэр 7 на 0. Слип. Павенжи Фулл Спирит. Раскруточка пошла. Очень сильно проседает Винжи Фулл Спирит. Ну и что? Нет, не будут наказывать без... Кстати, Глимс у нас играет Дизраптера. Этот самый. Этот, этот самый. Третья минута, ещё 3-5. Очень активная игра, по сути. А тут у нас Гирокоптер вообще. Гирокоптер 12 крипов. Топ, кстати, Крипстатуя Тойп Дэш Профит. Она буквально-таки ничего не пропускает. И это здорово. Когда люди с таким скиллом играют в доту. Да, ну и это, кстати, капитан команды у нас Смидер. Я это уже запомнил, это точно. Да, ну и вообще, команды Удивления очень хорошо играют. Они очень скоро будут принимать участие на квалификациях в Про-серию. Поэтому за их скиллом можно понаблюдать, за их развитием. Может быть, это будущее Сар-команды. Тут у нас Вингу заслипали, но Слип особо не помог. Винга очень сильно проседает. У неё нет ботиночка. За счёт этого она проигрывает этому самому Джиггернауту в гонке. Стан! И получает на развороте Джиггернаут этот за свою агрессию. И Винджи Фулл Спирит получает голду за этого самого неприятеля. Тут у нас Дэш Профит просто чувствует себя королём. Хотя Дэвалвер должен её контрить. контрить, потому что сформы довольно-таки требовательны по манию. А у нас Дэвалвер ворует эту самую ману. Точнее, интеллект. Точнее, ману. Но, а мана зависит от интеллекта. Точнее, наоборот. Ну да. Вот. Винджи Фулл Спирит. Закупает себе в Райс Бэнд. У нас фейсы появляются в Дэш Профит. Тут Феникс может погибнуть. Буквально тычка, и погибает Феникс. Что-то непонятный паренёк сделал. Ну и что у нас тут? Винга отошла. Купил себе варды, и... Сейчас будет бэкаться до базы. Ей нужен ботиночек, чтобы не напрягал Джиггернаут, но... Ботиночка нету. Пытается фармиться Геррокоптер. Геррокоптер 27 крипов с ракеточкой, кстати, и Рокет Баража. По скилл билду довольно-таки всё обыденно, всё спокойно. Ну и что, у нас будет заход под Т1 Тауэр, наверное? Или нет? Нет, нет, не будет, конечно. Куда же будет у нас баковать команды Дэннект? Что-то как-то я... Загнул палку. Дэшпрофит просто по колдауну забрасывает свои сформы и добивает тем самым крипов. Удачно добивает крипов. Имеет, кстати, уже экзорцизм на седьмом уровне. Дивауэр только шестой. Ну и Дэшпрофит просто погналась за Дивауэром. За Т1 спокойно, очень спокойно и, самое главное, уверенно. Шагринолта не подпускает к крипам, но он старается-старается фармить и... Более-менее у него, кстати, получается 22 крипа. Стрелки какие-то просто на удачу, но... Попасть в персонажа, у которого всё очень хорошо с реакцией, ну... Это невозможно. И столько и залез там... Слип по Дизраптору. У нас сразу ракетка в Бэйна, и Бэйн, скорее всего, будет минус. Бэйн минус. Киллинг спри у Гирокоптера и Гирокоптера. Отличный буст, по-настоящему получает 200 голды, аквилы, ботиночки. Сейчас ещё у Дизраптора шестой появится, у Гирокоптера шестой будет очень неприятно. Мидас появляется на шестой минуте. Превосходный тайминг. К экзорцизм используется Дэшпрофит и начинается пушиться Т1 Тауэр. Это первый Тауэр на этой карте и забирает её Дэшпрофит. Буквально-таки добивает 500 лишних голды. Гирокоптер вот очень-очень скоро получит шестой уровень. Амидасик заюзает. Прячет Винго. Ну и пытается уйти у нас Винга, Глимс, ОД и нужно что-то придумывать в ответ или просто отойти. Подтягиваться у нас сюда Дэшпрофит. Тауэр-то они потеряли уже. Ну что, у нас тут прогоняют всё же Дизраптора. Дизраптор хотя бы с ботиночком. Винге не хватает реально ботинка. У неё нет ботинка. Вот сейчас нужно купить ботинок, пешком подрапать на ботом лейн. Слип по Дэшпрофит. Нет, она покупает телепорт. Тут у нас стаки, видимо. Заблочила у нас Атамирана всё дело. Гирокоптер сейчас будет он выходить у нас на Джаггернаут. А Джаггернаут ещё нет шестого уровня. Ну как-то это сильно нагло, по-моему. И что это вообще только что было? 60 хп остаётся. 30. Тычка. Девавер тем временем убирает Дэшпрофит. Забрал он вместе с Мираной. А тут у нас война. Война Феникса и Бэйна. Бэйн 90 хп отходит, успевает. Но Феникс фуловый. Мы погибнет у нас от Джаггернаут, мне кажется. Ракетка она не прощает. Хотя она может погибнуть. Это ракетка, 30 хп у этой ракетки. Раскрутка и засейвил себя Джаггернаут. Тут у нас выход на топ от Феникса. Ну и посмотрим, как у нас получится стрела. Попадает стрелой, превосходная 5 секундочка. Это минус Феникс. Килл забирает у нас Мирана. ПТ-шечка появляется у Рейс Кинга. Тут у нас подпушивается Т1 Тауэр. Довольно-таки сильно перекрипывают у нас ребята из команды Удивления. И Мирана отключается от игры. Очередные проблемы, очередные паузы. Напоминаю вам то, что я буду очень рад, если вы подпишетесь на канал на Твиче. Также вступайте в группу ВКонтакте. Кнопка есть под окном трансляции. Ну и что? Тут, кстати, соперники-то определены уже на полуфинал Старладера. А именно, фасткапа номер 7110. Это у нас белорусская команда Welcome to Hell. Мы их уже, кстати, смотрели. У них 12 побед, 9 поражений. И команда является аматором. Ну и в нижней сетке у нас всё тут предельно ясно. Тут Аян за Destroyer. У них 2 победы всего лишь. Да и вообще 2 игры в общем. Ну а в нижней сетке и верхней. Максимально верхней, максимально нижней у нас ещё не сыграли команды. Ну или не ввели свои результаты. Девятая минута, счёт 6-7. Ещё одна пауза. Что-то такое непонятное по-настоящему происходит, но... Бывает, бывает с кем, не бывает. Почти 6-й у нас Дезраптор. Феникс готов сюда влетать. У нас тут... Просто вся команда удивления. Стрела. И ловит её Дезраптор. На удивление, хорошо. И тут у нас Феникс. Выходит. Дэш Профит. Готовы все воевать. Дезраптор сейчас у нас погибает. Расмансил. Расмансил Дезраптор. И отдался Тавру. Доминейтинг для Геррокоптера. И это минус 3, минус 3. И сейчас будет попадать Т1 Тавар. Имеется экзорцы. Можно, в принципе, дальше идти. Дезраптор это по-настоящему не такие потери. Дэш Профит добила. Ещё 500 голды дополнительно. У Геррокоптера очень скоро будет Доминатор. Буквально-таки сейчас должен быть. Здесь у нас Дэш Профит, Феникс и Винга. И Тавар начинает проседать. Имеется Глиф. Дефать можно. У всех есть ультимативные способности. Экзорцызм. И нужно срочно что-то предпринимать. Если вы не предпринимаете, вы просто отдаёте Тавар Глиф. Ульты у Мирана нету. Ещё 70 секунд. Ну и Тавар падает. Ещё и Глиф отдали. И ещё один Тавар, кстати, забирает 1500 голды. У Дэш Профит только с добитых Таваров. Намедём нас противостояние Джиггернаута и Дезраптора. Перетягивается на Витана с командой Удивления. А команда Денекта уже немножко подсели на свой хайграунд. Тут у нас выход на Джиггернаута. Джиггернаут сейчас просто погиб от Дезраптора, можно сказать. Ну и с Воромом добил Дэш Профит просто задувочкой. И нету этого паренька. Счёт 7-11. Одиннадцатая минута. Всё хорошо, команда Удивления идут стабильно. Давайте глянем графики, быстренько видим. Ой-ой-ой, какой преимуществ уйдёт по Галде. Это за счёт вот Крипстата. Попут у нас за 3 тысячи в пользу, Удивления. Давайте глянем на Творц, мне очень интересно. Ну да, это та ситуация, когда, допустим, одна Дэш Профит, это... Два Джиггернаута, это две Мираны. Это три Райскинга. Это несущие такие персонажи, я бы сказал. Ну что, последний Т-1 Тауэр. И Тауэр-то начинает стремительно падать. Уже нету половины ХП. Это печально, печально для команды Дэннект. Им нужно что-то предпринимать. Ультами Раны имеются уже Гернаута ульта. Тоже. Ну и что, будет ли залетать? Ульта максимально быстро разбивает Бэйну. Отличный кулдаун. Кулдаун по четверым. У нас тут минус три. Теряет реинкарнацию Брэйскинг. Брэйскинг должны забрить. Стан. Феникс, отличный в лёд, просто за спину. Это минус три, точно. Минус четыре. Ну а где у нас Мирана? Мирана-то у нас успела отойти, ей просто повезло, по сути. Стрела. Ну, стрела, кстати, попала. Попала по Герокоптеру. Герокоптер на лоу ХП у нас. Давайте последим за вот этим Герокоптером. Посмотрим, что же он будет делать. Ладно. Это не так интересно, но тем не менее, забрали Тауэр. В счёт 7.15. Тринадцатая минута. И всё идёт стремительно в пользу команды Удивления. Здесь у нас Дезераптер сейчас поставит вардик. Вот сюда куда-нибудь. Ставит вот сюда, чтобы подсвечивать ещё вот эту вот часть. Ну и что. Команда на виде собралась. У нас Денект. Один на топе у нас Бейн. Что-то непонятно. Видимо, просто Дефает. Ну а команда-то Удивление готова принимать. Имеется кулдаун, имеется экзорцизм. И проблем нету. А у команды Денект, кстати, нет ультимативных способностей. Сформ. Боятся сформ, как огня. А Деш Профит. Команда Денект. Невидимость у Мираны. Может что-нибудь придумать. Тут у нас Мирана. Мирана видит Деш Профит. Что-то пытается придумать у нас команда Денект. Это неплохая идея, но... Тут у нас Сын Тряк. Если она подойдет, то она получит по лицу. Сейчас могут встретить ОД. Буквально в лицо. Видят ОД. Ульта Дезраутера по Миране. Мирана за Слипом. Мирана погибает. Это минус один. Минус два. Бейн. Бейн у нас тоже погибает. Он без маны все скиллы прожал. Это минус три. Минус три в ноль. Это очень плохо. Очень плохо для команды Денект. Им нужно что-то придумать. Свап от Винги. Врач Кейнг погибает без реинкарнации. Все очень печально. Мягко говоря. Мягко говоря, все очень печально. Ну и что. Заход на Т2. Имеется глиф. А дефать-то нечем. Прожимает экзорцизм. И мне кажется, что в таком случае нужно просто писать ГГ. Произошел дикий аутфарм. То есть саппорты. По голде. Как у нас кэри. Мейн кэри. Команда Денект. По Нетворцу. Как саппорты. И это неприятно. Нужно развивать ребятам свой личный скилл. Я ничего не говорю против них. Но нужно реально развивать личный скилл. Играть 10 минутки. Играть ранкет матчи. Но ранкет матчи играть чисто на победу. Несмотря на своих тиммейтов. Как мы знаем, у нас подбор. Матчмэкинга идет очень странным образом. Там периодически кидает на ребят, которые. Берут ферст пик пуш. Это прям, знаете, личный опыт. Ну а потом, допустим, спросив. Этого парня. Что он, чем он руководствовался. Когда пикал пуджа. Он типа, ага, отстань. Ха-ха-ха. Ладно. Переходим обратно в доту. 16 минута. По графикам у нас все очень просто печально. Для команды Деннект. Под контролем у нас дезаптер. Руна регенерации. Деннект просто не уходит с меда. А команда удивления подфармливает лес. Тут у нас герокоптер. Дешпрофит. Делают стаки для того самого герокоптера. И что, готовы воевать, в принципе. Ульта под джиггернаута. Феникс влетает. Должен ультовать этот Феникс. В общем, Феникс не ультует. Ну ладно. Не ультует Феникс. Фиг с ним. На Фениксу ультанул Бэйн. Это минус 2 уже. Продолжаю давить. Сейчас ОД у нас в Еулечке. Успел спрятать себя в Астрал. Глимсанули у нас в Райскенга. Кулдаун. Ульт Феникса. Это минус 4. Реинкарнация. Ну, еще разобрать, это не проблема. Минус 4. И, скорее всего, минус 5. Мирана у нас тоже должна погибнуть. 4 хп у нее остается. Это килл. Это фуллмен 5-тим вайп в 0. В 0. Просто в 0. 7.24. 17-ая минута. Команда удивления выигрывает эту игру. На 17-ой минуте. Поздравляем команду удивления. Они проходят в полуфинал фасткапа номер 71-10. Ну, а для вас работал и комментировал я, Дугер. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на канал на Твиче. Также вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok